Привет, с вами Оранж и с вами Давид. Сегодня мы поговорим о замечательном сериале Лю Кейдж, но давайте без лишних слов начнем. И вначале, конечно, хочется сказать о качестве сериала, как и с другими сериалами, «Старый голова», «Джессика Джонс». Лю Кейдж получился просто шикарно, режиссура великолепная, операторская работа, свет, все выстроено просто, ну, действительно идеально. Видно, что была совершена просто огромная работа на предпродакшене, и ребята просто не жалеяли себя и выполняли свою работу на пятерочку. Это прям очень радует. Netflix уже стал таким, ну, лично для меня, логотипом качественного сериала. Это прям идеально. Мне лично нравится вот такая желтая тона и желтая вот такая атмосфера улиц в этом сериале. Как и сериал, он очень похож на предыдущий от Netflix, естественно, «Старый голова» и «Джессика Джонс». Но все равно что-то свое у него есть, да, согласен. Потому что та же Джессика, тот же «Старый голова», там как-то все, там даже цвета другие преобладают. Там очень много красного, фиолетового. Да, в этом сериале есть своя уникальная цветовая гамма, которая очень, не знаю, она мне очень нравится. И, собственно, забавно. То есть, по идее, Люк Кейджи, его цвет желтый, так героя его используют. То есть, получается, желтый цвет – это такой цвет улиц, по сути. Когда ночь, желтые фонари горят. Отдельно, конечно, хочется сказать по поводу звука. Звук здесь, опять же, шикарный. Есть написанный снутрек специально, есть просто снутрек, когда они берут какие-то известные песни. Да-да-да, исполнители, собственно, выступают, поют и параллельным монтажом нам показывают какие-то такие гангстерские темы. Либо какие-то перестрелочки происходят, либо еще что-то. И вот такой параллельный монтаж с какими-то классическими действительно песнями – это прям очень классно. Мне это безумно понравилось. А вот именно сам снутрек, который написали для сериала, он, на мой взгляд, немножко таким странным показался. Потому что он очень своеобразный, то есть, действительно, ты его когда слушаешь, ну, он такой, то есть, местами он прям идеально отображает то, что сейчас происходит. А местами, он, знаешь, он прям, ну, я ловил себя на мысли, что так, что-то странное, что-то странное здесь по звуку. Это смесь такого, в принципе, такой жанровой музыки из 50-х, плюс хоррора и плюс вот такого уличного рэпчика такого гангстера в стиле. Вот, и я, я когда слушаю, я просто там такие звуки, ну, да, отдельно послушайте, потому что, действительно, музыка прям, саму-трек очень такой специфичный, ни в коем случае он неплохой, он просто такой специфичный, действительно. Отдельно еще стоит поговорить, конечно же, о сюжете, потому что, по сути, с одной стороны, если взять «Сорви голову», если взять Джессику Джонс и взять того же Лю Кейджа, то, в принципе, у них, ну, такая структура достаточно простая. Парни дерутся там против плохих парней, хорошие парни против плохих, вот, но здесь же как-то это вообще совершенно по-другому показано. Здесь, во-первых, нету такого прям офигенно жесткого напряжения, которое создается в первом сезоне «Сорви головы», в первом сезоне Джессики, и здесь, ну, совершенно другое. Знаешь, здесь парень, как бы, уже априори, его нельзя взять пулями, его нельзя взять мачетами, кулаками, и здесь не чувствуется, знаешь, такого, что, типа, вот, прям на каждом углу его подстерегает опасность. То есть, как это было? Он и есть опасность. Он и есть опасность, да, и поэтому сериал, в принципе, воспринимается по-другому. Нет вот этого просто нарастающего драйва, вот этого напряжения нарастающего. И поэтому, ну, действительно, этот сезончик как-то по-новому ощущается. То есть, с одной стороны, да, как и в предыдущих сезонах, есть хороший парень, есть плохой, но, как бы, это срочно, у нас был бы Супермен, и вы понимаете, что кто может Супермена победить? Ну, почти никто, по сути. И забавно, вот такое чувство сейчас, вспоминаю такое ощущение, что сюжеты даже, по минимуму, что сам Люк, он постоянно стоит на месте, когда он что-то делает, в основном развивается сторона злодеев. То есть, постоянно что-то происходит, какие-то изменения, какие-то сцены. А Люк, по сути, он такой, ну, он такой, знаешь, постоянно такой думает, сделает мне это или не сделает? Ну, ладно, пойду на костыля, и мы идем костылять. Нет, у него есть мотивация, да, но все равно это как-то все просто с его точки зрения, с его позиции, все просто. Ну, да, да. Есть проблема, он идет и ее решает. Да, но благодаря своим возможностям, нам бы такие возможности. Особенно тебе. Особенно меня. Что бы ты пошел делать? Так вот, собственно, дальше, наверное, по поводу персонажей, потому что с сюжетом более-менее разобрались. Он интересный, он простой, безумно простой, но в этой, наверное, простоте и кроется привлекательность того же Люка Эйджа, потому что подобного нам еще не показывали, а именно вот Netflix. По поводу персонажей. Персонажей, опять же, очень много классных персонажей, на втором плане много харизматичных персов. Прежде всего, наверное, стоит сказать о самом Люке, как он у тебя вообще воспринимается. Лично у меня была такая проблема, что после Джессики Джонса, где у нас появился Люк, я вообще не понимал, то есть как можно по Люку снимать сериал, так как для меня этот персонаж был слишком простой. То есть он безумно простой, но и по сути он таким и остался. И в основном все выезжает за счет каких-то вот этих гангстерских тем, за счет перипетий сюжетных. Но все равно к персонажу есть фан, за персонажем интересно смотреть. Он действительно такой парень, который, не знаю, как будто с твоей улицы. Просто хороший парень, который там душа компании и так далее. Он не супергерой, он просто парень, который хочет, чтобы в его районе воцарился порядок, по сути. Чтобы никто не торговал наркотой, оружием. И чтобы дети спокойно ходили в школы, не опасаясь перестрела гангстерских. И снимали видео на видео. Мне очень понравилось, что в этом сериале очень прикольно копы развиты. То есть нам больше показывают полицейский участок, самих детективов. В предыдущих сериалах, ну, они были все-таки на второстепенной такой волне. Здесь у нас, да, есть Найт, мистинная, которая, по сути, является одним из таких очень важных персонажей. Она, наверное, после Люка Кейджа, ее позиционируют после Люка, как вот именно главного героя на втором месте. А Медсестру нам прикольно ввели, которая еще дебютировала в Сорвиголове. Мне очень... Которая просто прыгает туда-сюда по всем сериалам. Да, да. Мне даже кажется, она защитников собственно соберет. Она всех их знает, по сути. Она единственная связующая звеной. В защитниках она будет 100%. Да. И уже на все роли. Я уверен, она там очень большая роль у нее будет. Детектив Скарль у меня стал приятной неожиданностью. Да, да. Очень прикольный, реалистичный персонаж, я бы так сказал. Очень... Здесь, в принципе, получается из-за того, что у нас есть Люк Кейдж, который не особо развивается вот именно как персонаж, по сути. Он принимает просто определенное решение и следует... Он просто скала, которая всегда есть. И она медленно идет, по сути. А все же вокруг нее, да, как ты сказал, прыгает, вертится. А поэтому, собственно, они развивают очень хорошо второстепенных персонажей. И ты проникаешься. То есть злодеи великолепно все развиты. То есть по сути у нас здесь сколько? Три злодея, да? Да. Это рекорд. Причем которые... У каждого есть какие-то свои грани. И каждый как-то по-своему преображается. Каждый очень полноценно хорошо проработан. Я знаю, у тебя, наверное, с последним злодеем есть свои... Да, да. ...неприятности у вас. С гремучником у нас есть. Неприятность у нас будет недоволен. Вот. И мне лично понравилось. Это такую прям остроту добавило. И простоту. Не знаю, у меня есть свои просто по моим субъективным ощущениям. Мне это очень понравилось. Это очень круто разбавило с гремучником. Мне конкретно в гремучнике не понравилось, что... Если без пойлов, что вот внезапно вышло... Новая гроза. Вот смотрите, да. Причем, ну, в общем, без пойлов, я не знаю, как это говорить. Мне, если вы смотрели, то понимаете, там много всего с гремучника. Мне не понравилось, что они все слепили в одну кашу, что он и гангстер, и тот-то, и тот-то. Вот. Это как-то, на мой взгляд, смотрелось как-то трешово, на самом деле. Потому что, с одной стороны, нам его позиционировали как очень такого сильного, очень злого... Загадочную угрозу. Да, да, загадочную, сильную прям тоже угрозу. А по сути, когда нам его вводят, он начинает вести себя, ну, просто неадекватно. То есть, он делает какие-то вещи абсолютно нелогичные. Тебе он кажется мультяшным, просто тебе кажется. Ну, да, да, да. Мне в эти мотивации именно не хватает у него, потому что он просто... Он появляется, его как-будто срывает с катушек, он начинает делать какие-то нелогичные вещи. Ну, нам показывали оригин и флэшбеки. У меня, в принципе, все, ну, мне кажется, это его оправдывает. То есть, не будем копать в этом глубоко, потому что, опять же, без плейлов, как бы очень трудно все эти немансы сказать. Ну, не знаю, лично. Ну, да, там были такие странности, но все равно я с улыбкой только смотрел. Ну, кто-то, в общем, кто-то это принимает, а кому-то это бросается в глаза. Вот мне бросилось в глаза. По поводу, наверное, файта стоит сказать, потому что здесь он очень классно сделан. Ну, то есть, нет такого ощущения, что его мало, там, или что, не знаю, наоборот, его нету, или наоборот, что его надо как-то побольше... То есть, все очень органично сделано. А он тогда, когда он уже, как ты сказал, принял решение, он и делает, и начинается... Да, да, то есть, все очень красиво снято, потрясающе. Опять же, то есть, используется там комбинированная съемочка, когда он что-то ломает. Хромака используется вообще по минимуму, это радует. Потому что, когда нет хромака, собственно, когда изготавливают какой-то реквизит, его ломают, это всегда выглядит значительно лучше, чем с 3D-графикой. Это очень приятно, потому что много реально потрясающих сцен. Снято, на мой взгляд, именно вот сам файт, сам экшен, снят значительно лучше, чем в Джессике. Потому что там все-таки на монтаже все это делалось. И там не было каких-то прям, где она берет, кого-то кидает в окно или проламывает. Ну, было, но по минимуму, скажем так. Может, тебе файт нравится, потому что люк, он более, как сказать, харизматичный, что ли. Вот он заходит в комнату, и, ну, что вы мне сделаете? И все стоят, и не знают, что с ним. И все просто бегут на него. Да, да, и два люка, они уникальные остаются. Ну, да, да. Конкретно с люком я имею в виду, что мне больше понравилось, как снимали, нежели в Джессике. Да, да, то есть технически мне больше понравилось. Это действительно потрясающе. Просто пару сцен, даже если вы не планируете смотреть люк, а надо просто заценить. Они очень красивые. По поводу финального боя, буквально, наверное, так пару слов. Вот мне он показался таким трешовеньким. Откровенно трешовеньким. Тебе же я так понял, что все понравилось. Да, он давил на эмоции уже, он был таким кульминационным. И просто вот реально на выдох, просто на выдох это все накаливалось, накаливалось. Вся там история, флешбек и так далее. И просто под финал просто идет хорошенький бордопад. Ну, по режиссуре, да, я понимаю, но не знаю, мне показалось много трешов. И на самом деле, вот лично для меня, я вспоминаю любую концовку. Первый сорвиголова, второй сорвиголова, второй сезон, первый сезон Джессики. То есть почти вот любая концовка, вот именно когда начинается вот это мясо, вот этот файт, они как-то, не знаю, мне они очень странно. Как-то для меня это очень... Потому что они становятся просто под конец более приближенными к классической супергероике, которая может быть тебе... Ну, они, знаешь, такие просто... Для меня это прям реально проскальзывает треш ближе к концу. Вот когда начинается вот этот файт финальный, почти в каждом сезоне, кроме, наверное, Джессики. Потому что в Джессике там все-таки была... Ну, у него такая способность, которая, да, там совершенно другое было. Вот, а сорвиголова, кейдж, вот я не знаю. Может тебя напрягает, что, в принципе, они уже под финал с бюджетом особо не могут выехать. И когда у тебя, ну, допустим, требуется какой-то эпика, какой-то масштаб по сюжету, бюджет их проектов не позволяет качественно, более качественно, более реально показать... Может быть, может быть, кстати, да. Какие-то сражения. Как вариант. По поводу еще, вот что хочется сказать, по поводу Ориджина. По сути, он у нас так... Знаешь, он был такой на грани фола, но все-таки не упал в яму, и он был прикольный. То есть видно, что мало денег у них. Это было самое нуарное, самое такое прям... Вот только эту историю можно, допустим, пихать на весь первый сезон, на самом деле. О, да, да, да. То есть из этого, если взять ту же, допустим, Стрелу, да, помнишь, как там обычно в сезонах есть флэшбеки четко, что Ольгер там делал на острове. Что-то я вспоминаю, меня это напрягает. И, в принципе, да, здесь можно было бы... И тебя вот так из стороны в сторону вот так мотает. Кидают, но здесь, в принципе, можно было бы точно так, что сделать прям именно ставку на его оригин и прям показывать так флэшбеками. Классненько. Ну, прикольно, прикольно показали. Все, в принципе, было на грани фола, но все очень интересно. Вот. Еще лично мне очень понравились кадрики с детективом Мисте, когда она воображает какие-то... Визуализирует. Да, когда она визуализирует происшествия, вот эти переходы просто от одной локации к другой, либо преображение локации в реальном времени. Это очень красиво сделано. Это прямо, знаешь, такая очень классная плюшечка, как, допустим, в том же Сорвиголове есть драки, которые сняты одним кадриком, условно говоря. Вот здесь вот такой же, да, прям классной, красивой плюшечкой, которую можно смаковать. Это было вот это мышление Мисте. Они очень прикольные, они очень, как ты сказал, плавные, и они легко идут, и они... Ты вроде сидишь, смотришь, ничего такого сверхъестественного, но это очень прям хорошо сглаживает углы в сериале. И делает переходы между сценами интересные. Да, и во флэшбеке тоже такие классные были переходы в свое время. Подводя итог, сериал получился очень классным, очень уникальным даже среди своей вселенной продуктов Netflix. Лично он мне даже понравился больше немножко, чем Джессика Джонс, хотя все жанры данных сериалов, мне очень нравится исполнение этих жанров. Да, то есть, по сути, с одной стороны, все одно и то же, а с другой стороны, в каждом из сериалов есть что-то свое. То есть, если вы любите прям жесткое напряжение, то для вас подойдет первый сезон Джессики, и второй сезон, и первый сезон Сорвиг головы. Если вы любите прям экшен с мистцом, то вам подойдет второй сезон Сорвиг головы. Если вы любите какие-то более спокойные произведения, то как раз, опять же, супергероевка такая более спокойная, лайтовая, то вам понравится Люк Кейдж. То есть, все на самом деле индивидуально. Мне лично понравилось больше вот именно вот это напряжение, прям жесткое напряжение, которое было в Джессике и в первом сезоне Сорвиг головы. На самом деле, мы, наверное, думали, что после Джессики Нуарни еще не может быть, а оказалось, что может. Надеюсь, что вам данные видео, данные обзоры по сериалам Netflix понравились. Пишите, что вы от них получили или чего вам не хватило. Или чего не получили. Да, или что не получили. Что нам, может быть, сделать в обзоре на железного кулака. Какие-то, может быть, плюшки вставить. Может, или людям нужен экшен. Экшен, чтобы мы начали бить другую морду. Нет, я боюсь, что этого экшена не будет. Ну все, ребята, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok